Известны итоги встречи Путина и Лукашенко. Итоги известны официальные, конечно, те, которые можно говорить на публику. Они рассказали о том, что они науку будут возрождать, планы по сотрудничеству в космосе, космические, что-то такие-таки, будут экономику возрождать, о том, что им не страшны санкции, они все преодолели, все вызовы. Вопросы обороны, безопасности, в общем, это то, что было публике дано. Зачем реально ехал Путин, как вы считаете, и удались ли его планы? Судя по всему, говорят, что не додавил кремлевский губник этого бульбопюрера. Ну, понятно, что для того, чтобы обсуждать вопросы экономики, космоса и других интересных гражданских вещей, министра обороны с собой не берут. Понятно, что Путин пытается додавить Лукашенко на вступление официально Беларуси в войну. Тем более, что Шойгу, который приезжал недавно, да, но фактически, ну, где-то там две недели назад в Беларуси, он достаточно по-хамски общался с Лукашенко, если обратить внимание. Он, например, в своем диалоге с ним, он два раза упомянул, что он общался с министром обороны Беларуси, подписывал какие-то соглашения и сказал, и по возможности мы встречаемся с вами. Ну, это фактически угроза, которая прозвучала публично в адрес Лукашенко, тем более, что внезапно умер министр иностранных дел Маккей в Беларуси достаточно в таком нестаром возрасте. Как бы и это, скорее всего, предупреждение было лично Лукашенко в том формате, что, скорее всего, если будешь дальше сопротивляться, будем тебя каким-либо образом стимулировать, в том числе таким образом. Я не исключаю, что, конечно же, оно закончилось пока ничем, но я думаю, что угрозы над Лукашенко чем дальше, тем больше идут, потому что я все-таки не исключаю, что Россия может пойти на такой шаг, чтобы ликвидировать Лукашенко, поставить своего человека, ну, того же министра обороны, который отдаст необходимые приказы для того, чтобы вступить войну открытую уже на территории Украины и дать приказ армии. И не исключено даже, что по схеме Януковича он может вообще пригласить российские войска в Беларусь. Путин может это вообще продать как большой успех, что мы интегрировали еще одну страну, воссоздали Советский Союз. Не будем забывать, что в этом году... Да, столетие, как раз 30 декабря, был создан Советский Союз. И поэтому я не исключаю, что может быть вообще оккупация Беларуси. Почему? Потому что... А там некому сопротивляться. То есть централизированный аппарат, который привык исполнять приказы тех, кто старше. Это раз. Нет гражданского общества, нет национального самосознания, нет бизнеса, в конце концов, который независим от власти. Нет свободы СМИ, ну и так далее. То есть там, по сути, сопротивляться некому. Те, кто буйные, которые сопротивлялись Лукашенко, либо сейчас по тюрьмам сидят, либо за границей, либо сейчас воюют в Украине в составе полка Костуся этого Калиновского. Да, и поэтому я не исключаю вот такой вот сценарий, что все-таки Беларусь могут пойти вот по такому достаточно жесткому сценарию, потому что Путину нужны и белорусские предприятия ВПК. Ему нужен людской ресурс в виде белорусских солдат. Понятно, что, учитывая нравы России, первыми они бросят как раз белорусов. Для них они вообще второй сорт. Вот теоретически, если такое произойдет. Второй вариант, то есть Лукашенко тут теряет власть, скорее всего, жизнь. Второй вариант, если все-таки дожмут Лукашенко и он отдаст приказ, он тут тоже теряет власть и теряет жизнь, скорее всего. Почему? Потому что понятно, что белорусская армия очень небольшая, она меньше нашей пограничной службы. Она фактически будет, ее боеспособная часть будет уничтожена, ну там, в пределах недели-десяти дней. Вопрос, а на кого опираться Лукашенко будет при сохранении своей власти? Это очень большой вопрос, тем более, что армия ему помогала восстановить и держать эту власть. И тут он тоже теряет власть, потому что он снова зависит от россиян, которые могут делать им все, что угодно. И, соответственно, вот я пока вот не вижу. Единственное, кого сейчас, кто может еще спасать Лукашенко, это Китай. Потому что китайцы все-таки имели с ним прямые отношения, он с ним выстраивал очень хорошие теплые отношения. Помните, даже его сын там на китайском пел песню, там, «Дорогой Сидзе Пин» или что-то такое было. Даже учил китайский язык. Поэтому пока ситуация такая. То есть хороших вариантов я пока для Лукашенко не вижу. Я все-таки посмотрим... Такое затишье, это тоже обманчиво, то, что он его послал. Послал-то послал. Вопрос, есть ли у него ресурс сопротивляться так долго россиянам. Тем более, что россияне все-таки насыщают Беларусь мобилизованными. А если мобилизованные недостаточно, например, для того, чтобы прорвать украинскую границу, ну, российские мобилизованные, то вполне достаточно для того, чтобы контролировать или оккупировать такую страну, как Беларусь. Вот. Она же небольшая, там всего 10 миллионов населения. То есть очень такая вот нестойкая ситуация, потому что Путину необходимо и дальше добивать Лукашенко, потому что ситуация Ахова и на фронтах, ему это нужно. Ну и плюс нужно что-то, что можно продать своему населению, возрождение. Конечно. Если СССР 2.0 было бы хорошим подарком к новому. Конечно. С Украины не получилось, зато Беларусь мы получили. Вот в таком формате. А там еще же экономические интересы. В Беларуси много есть интересных активов, которые можно себе забрать. Те же, там, два на них перерабачиваются из завода. Тот же Беларусь Калий, который является очень важным игроком на рынке удобрений и так далее. То есть, в принципе, там, ну, очень хорошая и вкусная страна, которую российский капитал хорошо бы там предвкушает, как бы мог бы подеребанить. Ну, понятно, что оба варианта для Лукашенко не вариант. И мы видим, что он хочет дистанцироваться еще больше от Кремля. Он это успешно, в принципе, делал 10 месяцев. Интересно даже, что по данным СМИ Лукашенко избегал визита своего хозяина. Якобы запускалась информация о том, что он болен гриппом. Думал, что Путин испугается. Но действительно, скорее всего, вариантов у него мало. Да, да. Либо, то есть, его, то есть, условно говоря, либо прибьют свои, либо прибьют россияне, ну, либо прибьют, ну, я не исключаю тоже, возможно, если это выгодно, ну, выгодно, невыгодно, не зная украинским спецслужбам, потому что он является тоже легитимной целью для украинских спецслужб. Там аналога нашего МОСАДа, это для СБУ, которая ведет все-таки разные спецоперации за границей, вот в том числе. Поэтому как-то так вот. То есть, я думаю, что, конечно, не очень сложная ситуация, но он сам себя туда загнал. Тем более, что, опять же, он является легитимной целью для наших, в том числе, и для нашей армии, и для наших... Ну, оккупантов, конечно. Вот, и так что так, вот так вот по Беларуси. То есть, я ожидаю все-таки, да, я ожидаю все-таки вариант, что Россия попробует их оккупировать. Их оккупировать и поглотить. Ну, в принципе, такой же целью является для нас и Владимир Путин, который за несколько недель до начала войны широкомасштабной в Украине, оказывается, отдавал приказ о физическом устранении Зеленского, да? Ну, конечно. Логично, что Украина имеет право, украинские спецслужбы, ответного решения тоже. Конечно. Все-все те генералы, которые принимали участие в войне против Украины после нашей победы, давайте не будем иметь никаких иллюзий, не все попадут в ГАГу. Вот, поэтому, но месть должна быть решена. То есть, для того, чтобы запомнили все российские военные раз и навсегда, что против Украины что-то замышлять и что-то действовать, это очень чревато, и никто вас не спасет. Вы можете избежать ГАГи, но от рук украинских спецслужб, аналогов МОСАДА, вы точно не уйдете, потому что это будет в том числе запрос украинского общества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok